«Я сказала, что ты сегодня останешься здесь, что Пёрл позвала тебя переночевать». После паузы Лексия ответила «Спасибо». «Можешь оставаться сколько нужно, но я думаю, завтра ты будешь готова вернуться домой». Лексия медленно повертела кружку в ладонях. «А потом?» «А потом сама решишь, что делать? Кому рассказать?» Мия шагнула к двери, но Лексия в панике схватила её за руку. «Подождите!» — сказала она. «Вы считаете, я крупно ошиблась?» Она тяжело сглотнула. «Вы считаете, я ужасная?» Прежде она толком и не задумывалась про Мию. Но внезапно стало очень важно узнать, осуждает ли та Лексия. Перед лицом её доброты Лексия не снесёт её осуждение. «Ой, Лексия!» Мия села, не отпуская её руки. «Ты попала в очень трудную ситуацию. Никому не пожелаешь?» «Ну, вдруг я поступила неправильно!» Лексия умолкла, закрыла глаза, попыталась вновь нащупать эту искру жизни, что прежде кувыркалась внутри и ощущалась так ясно. «Может, стоило его оставить?» «Сказать Брайану!» «Мы бы что-нибудь придумали!» «Ты была готова стать хорошей матерью?» спросила Мия. «Какой хочешь быть?» «Какую заслуживает ребёнок?» Они посидели молча. На руке Лексии лежала тёплая ладонь Мии. Лексии неодолимо захотелось положить голову Мии на плечо, и спустя миг она так и сделала. И впервые задумалась, каково это — расти как Пёрл, быть дочерью Мии, проживать такую жизнь. От этой мысли немножко закружилась голова. «Ты всегда будешь об этом грустить», — тихо сказала Мия. «Но это не значит, что выбор был неверен. Просто тебе придётся нести его с собой всю жизнь». Она мягко посадила Лексии, погладила по плечу и наклонилась за пустой кружкой. «Но вы считаете, выбор был неверен?» не отступила Лексия. «Уж Мии-то наверняка знает». Та постояла, положив ладонь на дверную ручку. «Я не знаю, Лексия», — ответила она. «Только ты знаешь». Дверь за ней тихонько затворилась. «Только ты знаешь». Текст фильма